что-то плохо видно подождите расплывчатое все так скажите где вы находитесь какой город город новосибирск а вот с новосибирска правильно новосибирск вам сколько лет 29 29 но мне 75 я в барнауле так первый вопрос к вам вы не против что у нас все записывается выставляется в интернет претензий нет а то есть если претензий есть я просто выключаю больше никогда не встречаемся этой уже что-то за спиной темная у нас все открыто говорим о божественном мы не свергаем не строя не какие-то там ваххабиты слушай дорогой говори игнатики я хотел вас поблагодарить за все что вы делаете для того чтобы люди спасались через вас бог делает очень многие вещи так что благодарю вас я так коротко о себе я меня зовут дмитрий сорокин я как-то вам звонил в октябре вы ваш ролик на ютюбе он выставлен там что-то вечером как-то называется я не помню как вот ну не в этом дело у меня много к вам вопросов я только общие вопросы вам задам чтобы не отнимать ваше время а времени не заботьтесь я являюсь я свободен сейчас гостей отпустил там переговорили я свободен для вас хорошо отлично и на тихоныч я сам являюсь протестантом у нас новосибирске есть новосибирская христианская церковь так называемая по вашим словам если протестантская церковь сектантская значит я полноценный сектант предупорка я уверовал в православную церковь и хочу туда перейти и как бы он после ваших всех роликов я понял точно что православная церковь она истинная церковь и хочу быть в ней вот хотел бы вам задать вопрос вот я к батюшкам подходил к некоторым в новосибирских церквях в православную и они не хотят меня перекрещивать так как я был крещен то есть даже не крещен я была просто моченый так скажем в детстве и никто там родители даже не могут сказать точно как это все было но сказали что меня просто поп там ладошкой удобно и все больше ничего не было вот мне сказали что это истинное крещение извини но мы не можем ничего сделать двенадцатого июля и слушай димитрий двенадцатого июля у нас потеряевки будет крещение в озере если мы будем хорошо с вами знакомы мы вам разрешим приехать двенадцатого июля воскресенье не июня а июля у нас потеряевки будет крещение в озере июня да если мы будем с вами знакомы мы вам разрешим приехать и И вы примете крещение, и все. Вопрос вообще снятый. Отлично. Мечтаю. Родится как бы истину. Вы в Mail.ru еще заходите, в Mail.ru, какие-то вопросы будут. И там мы уговоримся, я вам материал о крещении скину, если у вас нет его. Все, говорите. Хорошо, понял. Первый вопрос. Про крещение мы уже все с вами решили. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас тела сжигают, да? Для того, чтобы наложить, получается, тела человека просто сжигают и ставят в какую-то стенку. И мне интересно, а как потом эти тела возродятся, которые в пепел превратились? То есть они из пепла возродятся, да? Которые в пепел превратились, все-таки там какие-то молекулы остались. А Бог сотворил всю Вселенную из ничего. Вопрос вообще о чем? Он из ничего с одним словом рождает. А тут молекулы остались. Он возродит. Понял. Понял. Второй вопрос. Мне священники про дидатхи говорили, приводили пример, что там можно и песком, и всем с чем угодно крестить, и все нормально будет. Мне интересно, что такое дидатхи. Я сейчас отвечаю. Вот первое. Кремация в православии запрещена. Так. В это имейте. Ввиду, православное только разрешает хоронить, отпевать, все там батюшка скажет. Второе. Батюшке ссылается, вы сказали, на дидатхи, да? В первую очередь, этот материал не канонический. Называется учение 12 апостолов по-другому. Относится примерно ко второму веку, и оно не считается, что, может быть, даже это в фиксии написано. Но, что они говорят, мы рассмотрим. Там написано, крещение проводить в живой воде. Вода, которая течет, как копь. Если нет живой воды, крести в озере, в стоящей воде. Стоящее, да, определенное. Если этого нету, Даша говорит, в сосуде. Сосуд это баптистерий. Если этого нету, только тогда возлей на него трижды воду. То есть раздеть надо и три ведра вылить на него. А ни о каком песке нет. Это песочные болтуны. А то слюнями. Я называю их песочные слюнтяи. Знаете, Игорь Ильич, у меня есть друг, который ходит в православную церковь. Он сам православный, это истинный, да? И он мне объясняет такую вещь, что раньше, когда меня крестили в 90-х годах, что возможности не было крестить полным погружением. И поэтому батюшки крестят тоннами людей. Плохо слышно, да? Плохо совсем. Перебивает речь. Говорите. Но вы знаете, что я не все слышу. То есть тогда, дескать, говорят, о ней не было возможности крестить полное погружение. Правильно? Да, да. Это обман. В это время в Новосибирске во имя Рождества Пресвятой Богородицы устаробрятся в храм. И они ни одного человека за 300 лет по-другому не крестили, как в троекратное погружение. В том же городе. Баптисты крестили, адвентисты, яговисты. Это одни батюшки только. Что они выдумывают-то? Те же самые условия. Один город Новосибирск. Все крестят, кроме православных. Почему? А да потому, что они невозрожденные, мертвые. И поэтому им лишь бы говорится корысть и трусость. Трусость и корысть. Надо вещи назвать своими именами. Понял. Ну, я, в принципе, так и думал, что если бы хотели, они бы нашли способ и почки крестить. Правильно? Да. А у вас почему такой плохой интернет? Беспроводной интернет, он через сотовую связь, и поэтому такой плохой. Ну, у меня-то телефон идет, и он нормально работает. Ну, у вас кабель, скорее всего, а у меня сотовая связь беспроводная. Ну, беспроводная. У меня телефон обыкновенный. Телефон, воздушка. Вы в следующий раз, если у вас потребуется где-то... Я не знаю, в чем такая связь. Будет нужда какая-то, вы обязательно где-то к кому-то прислонитесь, у кого есть хороший. Ну, это какой разговор, когда прерывает вот так вот, квакает? Хорошо. Давай, может, еще немножко поговорим, и все. Ну, потому что это нельзя слушать. Это обман. Вы запишите, 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Как раз касается вас. Если вы точно не знаете, что вы были как погружены, немало не сомневаясь даже принять крещение, оно никак не будет вторым, его просто не было у вас. Вы были обмануты. Песком. Песком глаза засыпают друг другу. Это обманщики, которые говорят, что... О, Господь сказал, крестите песком и духом, но водой и духом. Был Христос на Иордане. Павел, скажите, какие вещи? Да. Да. Ну, не написано, что Христос был в пустыне, и Иоанн крестил его песком. Но в воду Евнух и Филипп оба сошли в воду. Чего еще доказывать-то? Понял. Это обманщики. Обманщики, лютые обманщики. Христос назвал их лютые волки, нещадящие стадо. Деяния апостолов, 20 глава. Геннадий Тихонович, можно еще один вопрос последний, а потом уже в другой раз поговорим? Давайте. Мы с женой, я так понимаю, что венчана неправильно, и мы не являемся единым телом перед Богом. Правильно я понимаю? Ну, если не венчаны, то да. А как вы правильно венчаны? Священника не было. А это таинство. Таинство там, где есть священство. А все остальное на этом и зациклено. У него дара-то этого нету, благодатного. Они не понимают, что Ветхий Завет был тенью будущих благ. И все там имело прообраз. Там было священство Ааронова, а здесь почина Великоседекова от Христа идет. И там кто бы сделал состав подобный тому, как им посвящали, будет предан смерти. Как оно по-другому может быть? И здесь, когда на себя венчание... А у вас можно венчаться у вас в деревне? Можно. Вы должны только документы привезти, что муж и жена являетесь регистрацией ЗАГСа. Угу. Понял. Игнатий Тихонович, у меня есть сын, 2,4 ему годика, Назар зовут. И я хотел бы с ним вместе к вам в лагерь приехать летом. Это возможно? Можно. Сколько ему лет? 2,4. Забирай обоих. И в лагерь у нас побудете. А в лагерь приезжать... Отлично. В лагерь можно, видимо, с 10 июня. С 10 июня. Так что вы приедете пораньше, у каждого своя путевка. Мы скажем, сколько стоит. Хорошо. Я буду очень рад. Мы все покупаем. Если мы знаем вас, но с собой каждый, кто поедет, мы скажем, что нужно взять. Что взять именно, какая обувь. Обязательно у каждого две простыни наволочка должно быть. Мы в степи находимся. Это 43-й год будет, как мы действуем, наш лагерь. В свое время он был единственным на весь Советский Союз. Понял. Игнатий Тихонович, еще такой вопрос. Десятину нужно отдавать именно в том городе, где я живу, или можно в любую православную церковь отдавать? Как? Там, где вы исповедуетесь и причащаетесь. А так как я не являюсь пока еще православным? Ну, предбереги пока у себя их. Десятину отложи. Я вот, допустим, десятину плащу за год вперед. Боюсь, что у меня денег не будет или что-то. Десятина – это почти основное качество, которое показывает, что ты ищешь Божьего благословения. А не ищешь ты не просто вор, ты святотатис. Господь говорит, меня обкрадывайте. Десятина. Понимаю. Она называется не просто Десятина, а святая. Это Божье. Она мне принадлежит. Я заработал 90 рублей, Бог приложил десятку и говорит, иди отдай. Она его, иначе я его не обкрадываю. Это мое. Еще спрашивать. То есть мне нужно ждать до того момента, как я крещусь в православной церкви, правильно? Конечно. Вы деньги-то свои придержите, там видно будет где. Господь усмотрит. У нас вот приезжают, которые у нас крестились, они издалека приезжают, других областей, а они платят Десятину здесь. А которые где-то там не могут приехать, они платят там, где исповедуются, причащаются у батюшек Московской Патриархии. Мы говорим это грекам. Некоторые батюшки даже сопротивляются, потому что надо на всех это, чтобы была Десятина. А Десятина от пенсионерки-то какая там? Я получаю 5600 рублей всего. Ну и какая Десятина-то? А он там продает свечи, с крестики, там навар у него, с крестин, со всего. У нас это все бесплатно. Десятина все покрывает. Ну поэтому я и хочу с вами быть другом во Христе и как братом. Скажи, пожалуйста, Дмитрий, вы в Мейл.ру имеете свою страничку? Да, конечно. Я вам там уже задавал вопросы, но вы меня отсылали на форум. Так, вот вы на форум там заходите. А теперь вы на меня еще выйдете и напишите, что мы с вами разговаривали, потому что там 5600 у меня человек, и мне просто, ну, одни заходят, другие нет. И я вам там сделаю, приклею материал и скажу, где там о крещении, все. Это на нашем сайте, там открыто к истинному православию. Откроешь оглавление о крещении, о бороде, бороду, чтобы не прикасались. Ни одной волосинки не трогали. Вот месяц уже не бреешься. Ну я вижу, вижу. Больше не прикасайся, бриту выброси совершенно. У нас принято, смотрите, увидите, когда. У нас все в поясе ходят. Поясок. Женщина всегда должна быть в платке. Ну видели у нас, когда собрание, когда идет, как одеты. Там посмотреть одно удивление. Нас иногда даже сестры наши за мусульманах признают. Понял. Ну, с женщинами есть свои проблемы. Ну, проблему вы не любите, это слово, нерешенные вопросы. Да. Вот. Они очень категорично отзываются о тех, ну, о женщинах, которые носят платки. То есть им это не нравится. То есть они не хотят входить под покровительство, я так понимаю, правильно? То есть они гордые. Не нам противиться. Павел говорит, значит, они, эти жены, не молятся. Ты идешь по улице, увидел несчастье, а сразу молишься. А она все без платка-то. Они не молятся. Платок это сегодня основное у женщин, не считая это мужской одежды, которую носят. Это она не рожденная свыше, она поэтому бунтует. А которой она рожденная свыше, она своим умом уже не будет доходить. Она понимает, Бог повелел. И это посрамление, говорит, по бесчестии, восходит до ангелов. Для ангелов. Ангелы над ней поставлены. Даже для мужчин это не написано. Павел говорит... Да, да, да. А то, что я не рожденный свыше, но я так понимаю, что это нужно делать. Это, то есть мы как-то различаемся по разуму, да, получается? По отношению к делу. Главное это отношение к делу. Вы умом можете постигнуть это, но как? Вот вы человек, который ищет истины, она в нем сразу отпечатляется. А не рожденный свыше, он плотским. А это у меня родители. Ну, а Христос и сказал для не рожденных. Кто отца и мать любит больше, чем меня, не достоин меня. А который родился свыше, он никогда это не смотрит даже. Как будто никакого отца матери у него и не было. Я Христу принадлежу. Встал и пошел. Не советуется с плотью и кровью, Павел говорит. Не стал советоваться. А это, ну, рожденный, не рожденный. Ребенок выкидыш. Он родился, он мертвый лежит. Там ничего и нет. А рожденный он растет, он просит, подает голос, он ласкается к груди матери. А две груди матери это ветхий новый завет. Он ест. Люди радуются его возрастанию. Надо просто понимать как. Ребенка крестить, и чтобы дети причащались. Вы будете креститься, и дети должны быть крещены. А то, что он пока не понимает, не осознает, это не важно, да? Кто не осознает? Вы не осознаете или ребенок? Ребенок. Понимаете, вот простое рассуждение. Повторяю еще раз. Все ветхозаветнее было образом, тенью будущих благ. Павел говорит это? Да. В Ветхом Завете было обрезание восьмидневным ребенке. И ребенок это заключение завета с Богом. Он что-то восьмидневный еврейщик понимал или не понимал? Ну, такой же, как раз. Не знаю. Не понимал. А это является как крещение. А где это? Вторая глава послания к колоссянам. Крещением. Крестовым, быв обрезанным ним. Обрезанием Христовым. Это обрезание Христова только через погружение. Крестился стражник и весь дом его. Крестилась Лидия и весь дом ее. И везде все бездетные были. Ну, чего ты смеяться-то? В Израиле это было редкое явление. Понял. Игорь Тихонович, можно дать ему еще время? Да и говорите, я свободен. Я вот заметил, когда вы говорите с батюшками, общаетесь, ну, с православными из других городов, я заметил, что они очень сильно похожи по разговору. И с моим тоже другом, который в православии, они в семинарии уходили, и они отвечают как-то странно на вопросы. Я вот даже иногда не понимаю, что они ответили и к чему относятся. Они какие-то отрывки из Библии берут, я не понимаю, о чем они говорят. То есть это специальное запутывание идет человека, да? Да. И они говорят, запутывают человека. Сбивают его с пути, это пророк сказал. Я вот разговариваю тут со священником, я говорю, ты бы не учился в семинарии, в академии, ты с тобой можешь разговаривать, ты порченый весь. Что интересно, у мусульмана-то понимают, если она простая, живет дома сохраненная, ну, за нее колым платит пять лошадей. А если она в университете училась, за нее уже меньше платить, она меньше стоит, она порченая. Хотя она девица, сохранилась физически. А умом она уже научилась противоречить мужу. Жена должна быть безмолвной, мужа не учить. Им это не нравится. Почему? Потому что она противится Богу. Сатана ее там хлещет об забор. Но она поживет, если ваша жена-то, как ее звать? Елена. Елена. У нас там есть в деревне Елена. Они познакомят. Две Елены есть, будет третья. Отлично. Я прям мечтаю к вам в деревню переехать и жить вместе с вами. До конца своих жизней. Ну, если будет возможность, если вы любите сельское хозяйство, огородом жить своим, там скотину у нас держат, вы посмотрите. Может, это для вас как раз, как говорит, то же самое, что доктор прописал. Да. Инотихович, еще вот такой вопрос. Я как-то слышал в ролике одном, что вы сказали про, вот когда Ветхий Завет был, и сыны Бога сходили к дочерям и брали их в жены. Там о ком говорится? Об ангелах или о ком-то другом? Сыновья Сифа женились на Каиновых дочерях. От Каина которых. Никаких ангелов там нету. Сыновья Сифа. Сим, Хам и Офет. Это после этого было. А до этого, которые там были, родились, кто там? От Каина. Каинова племя. Каинова племя. Каинова племя, это дочери человеческие. Они ни один, нигде не вышли. Вы родословно посмотрите, какие там дети были. Сиф. Сиф. Не Сим, а Сиф. Ф в конце. Это сыны Божии. И женились на Каиновых. И они все погибли. Исполины, изревле славные люди. Никакого ангелы там нету. А как получались исполины большие великаны, я не понимаю? Ну, были они, может быть, ростом не 4, а до 8 метров. Это как телеграфные станции. Такие доходят скелеты. Но мы не знаем, просто так говорим, как раскопки делают. Вот что это означает. И вы никуда от этого никогда не отворачиваетесь. А то даже любимый мой Яр Николаевич Песе говорит, а ангелы входили, да плоть с духом не соединяются. О чем вы говорите-то? У него ни семени нет, ничего нет. Он только может башку заражать. А облик человеческий они не принимают? Нет. Они могут показаться. Вот, допустим, от Саввы один ученик пошел, от учителя оставил его. Говорит, я хочу быть прессмитером. А у него дядя был епископ. Он говорит, не ходи, тебе не надо. Он говорит, пошел. Дьявол его дорогой встретил, обнял, поцеловал. Говорит, молодец. И он не слушает старика. Ну, а тут испугался, он его так целует, не отстает. Он говорит, я тебе не нравлюсь. Так он сразу раз преобразился в голую, прекрасную женщину. Не нравится такое. Он превратился в другую, какую смуглу. То есть, он любой вид может принимать. Но это все призрачное. Он не превращается. Он показывает образы. Ну, как иллюзионист. Ну, как иллюзия. Ну, показывает и все. Это будет антихрист сделать так же. Вы знаете такого проповедника американского, баптиста Кента Ховенда? Нет, не знаю. Ну, я через него, можно сказать, поверил. У меня как бы много было, я много смотрел и много изучал информации. И только на вас, когда я остановился, и только вы смогли мне по полочкам все объяснить. То есть, это просто невероятно, когда укладывается все в голове, как-то, знаете, в один клубочек. И у меня прям все сложилось, все как есть. Дмитрий, это не мое. Это Господь дал всю твою Библию из святых отцов и каноны. Я только люблю это все. Этим живу. И Бог дал мне память. Память больше всего испепеляется блудом. Меня Бог от этого спас. И поэтому у меня разум 75 лет не похожий на этот. Мне Бог сохранил память. И я готовое даю вам. Я всего лишь даю. Я не учитель, не наставник, никто. Я передающее звено. Я запомнил и передаю. Я могу назвать, какой книги. Вы можете сами прочитать. Понял, Гдадий Тихонович. Ну, в принципе, у меня вопросов пока нет. Когда у меня будет хорошее качество связи, я еще с вами обязательно свяжусь. И много-много вопросов задам. Хорошо, задавайте. Если у вас товарищи есть или жена рядом, посадите их рядом, чтобы они сами могли задавать. Это будет более оживленная беседа. Хорошо. Вы смотрите в интернет. Этот ролик через неделю может появиться. Я его сегодня ужму, отошлю его в Краснодарский край. Вот это, Воронеж. И там парализованность Сергея уже поставит, когда надо. Он хозяин тут всему. Это благословенный человек. Благодарю вас. Видели, да? Представься, полностью парализованный, 12 лет и за трех мужиков работают. Да, да, да. Это просто невероятно. Нас Бог свел. И вот, видите как. И нас, наверное, тоже сведет. Спасибо. У вас детей-то как звать? Назар. Назар. Один ребенок. И у нас тоже у племянника, он сейчас приехал, потеряя вкушить из Новосибирска, Назарий. А первый ребенок Варлаам. А этот родился в этом году, Назарий. А Назар и Назарий, это разные имена? Нет, это как Василий и Василий, Игнат и Игнатий, одно имя, но у украинцев так зовут, а у русских так. У нас в конце и везде Андрей, а там Игнатий, вот так. Понял, до свидания. До свидания.